Фотограф Валерий Щеколдин снимал СССР изнутри. Он сам из Ульяновска. Пролетарии, убого одетые, оболваненные пропагандой. Советский Союз беспрекрас. Но не только. Попадаются и красивые женщины, пока молодые, не перемолотые жизнью. Все узнаваемо. Удивительно, сколько лет Щеколдин работал в стол, делая эти фото. Признание выставки премии все пришло к нему после 1991. Свой стиль Щеколдин называл соцкретинизм, по аналогии с соцреализмом. Он вовсе не был антисоветчиком, диссидентом. Зачем же снимал? Как он объясняет, у меня была такая реакция на оглупление. Реакция на пропаганду. И еще что не покидает при просмотре его снимков из позднего СССР, ведь ничего не изменилось. Флаги, портреты на принудительных митингах и другие. Вместо ушанок вязаные шапки, но суть осталась та же. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического рассвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво. Вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно, считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. Джордж Оруэлл, 1984. Московская область, декабрь 1981 года. Три поколения советских граждан. Всех пригнали на митинг. Можно сравнить с 2012. Народ стал лучше одеваться. В декабре 1981 года почти на всех были ушанки, а в 2012 преобладают вязаные шапки, чаще черные. Московская область, поселок Дубосеково, 8 мая 1984 года. Репин, крестный ход в Курской губернии 2.0. Там же. Весь иконостас в сборе. Да уж, славить вождей и партию сгоняли всех, и взрослых, и детей. И они шли, и продолжают ходить. На снимке «Город Орел» 2012. Ульяновская область, 1974 год. Промывка мозгов с раннего детства. Повесьте вашему ребенку портрет Суслова над кроватью. С детства и до старости. Тверская область, 1981 год. Бабуля на диване. Слева телевизор, справа газета «Правда». Ульяновск, 1978 год. Циклопический портрет Большого Брата. И его знаменитые звезды. Ульяновск, 1976 год. Народ гуляет. Ульяновск, 1978 год. Трамвай. Нормальные люди. Ехать им противно. Но куда ты денешься с подводной лодки. С ульяновского трамвая. Хотя, в общем-то, мужик, который упал, ведет себя корректно. Не наблевал, не обмочился. А мог бы. Ульяновск, 1969. Как рассказал сам автор, снимок был сделан на улице Карла Маркса, одной из главных в Ульяновске. Ранее, в 1918-40 годах, она была Лассаля, немецкий социалист 19 века. Еще раньше Дворцовая. А вот этим людям все равно. Ульяновск, 1981 год. Военкомат. Ленин окружает их со всех сторон. Слева статуя, справа стена с рассказами про его жизнь. Правда, сам Ильич ни дня не служил, но призывникам в очереди это не поможет. Ульяновск, 1980 год. Белый передник – это парадный вариант формы. Плюс банты. Тоже белые. Отличные фото и прекрасные лица. Ульяновск, 1979 год. Последний звонок. Дед аж засмотрелся. Ульяновск, 1970. Ульяновск, 1981. Все. Расцвет закончился. Москва, 1970. Это Красная площадь. На всех одни и те же большие кепки. Они же встречались нам на других фото. Дизайн назывался аэродром. Теперь такие не носят. Москва, 1981 год. А вот тут есть реальные изменения. С метлой в Москве сегодня ходят другие люди. Этот типаж ушел в прошлое. Хотя, учитывая последние события, вполне может вернуться. Ульяновская область, 1991 год. Да, жизнь прожить, не поле перейти. Особенно, если в бывшем СССР. Хотя, почему в бывшем?